Всем привет! Хочу показать вам акварельный скетчбук, который я начала в январе 23 года и уже в начале апреля закончила. Для меня само это удивительный факт, потому что скетчбук с цветочных пленеров, и я успела вот так развесоваться за холодные месяцы. Скетчбук формата А4. Это Max Goods на целлюлозе Conson Montvall плотностью 185 грамм. У меня это уже третий такой законченный скетчбук, я очень их люблю, правда их больше не выпускают. Он в мягкой обложке, которая пачкается, но меня это сильно не смущает. Итак, первая зарисовка из тропической оранжереи аптекарского огорода. Вот такая вот необычная орхидея, которая выставлялась под стеклом. В этом развороте уже несколько видов орхидеи. Здесь обычный фаленопсис, а остальные мне по названиям не знакомы. Они выставлялись под стеклом, как редкие виды тоже. Заранее разворот я не продумывала и вообще рисовала вот это, вот это и вот эту часть в разные дни. Этот разворот тоже получился спонтанно и рисовался в три разных дня. Мне очень нравится, как он сложился по композиции. И я старалась в каждом фрагменте использовать одни и те же цвета, чтобы в целом картинка смотрелась гармонично. Здесь уже февральская сирень из оранжереи. Мне нравится рисовать сирень крупно, но мне кажется, что я ее не доделала, потому что оранжерея закрывалась. А нарциссы уже с репетицией весны. Это фестиваль весенних цветов, который проходит в оранжереях аптекарского огорода еще до того, как растаял снег. Это тоже репетиция весны. Мне нравятся здесь раненкусы, а вот тюльпаны, конечно, на их фоне потерялись. Третий герой здесь нераскрытые бутоны магнолии. Этот разворот уже с распустившимися магнолиями. Вот так он выглядел до добавления фона. И про фон я рассказывала в видео про минералы от гаммы. Висковата здесь вышла в темных местах, но в целом работа эта все равно гораздо лучше с фоном, чем без него. Это черные тюльпаны с репетицией весны. Мне нравятся здесь контрасты в цветах, композиция и движение, созданное бутонами. Зелень здесь не очень контрастная, потому что она не главный герой. Пушистые красные морилисы и фразии с ними. Это лимон из оранжереи аптекарского. Я редко использую карандаш, но здесь он мне понадобился, потому что я не доделала рисунок. И очень хорошо вписалась чашка чая из кафе, которую я набросала минут за 20 буквально. Дальше идут работы из Крыма. Это цветы в вазе, которые я рисовала на фоне розовых стен. Поэтому фон здесь аутентичный. Звядущий миндаль, который очень просит фона, как мне кажется, но я пока не решилась его залить. Мне нравится, как эта работа вышла в деталях. Эту композицию я показывала во влоге из Крыма. Тогда в ней не было крокусов, и мне казалось, что ее необходимо завершить. И вот теперь мне кажется, что я лист перегрузила обилием мелких цветов. И так не стоило делать. Кактусы из Никитского ботанического сада. Они были очень живописные и фактурные в жизни. Очень хотела закопаться в деталях. Но времени у меня, к сожалению, на это достаточно не было. И в итоге я не совсем довольна фоном. Мне иногда кажется, что лучше оставить разворот недоработанным, либо фон заливать уже дома. Здесь я как раз оставила себе такую возможность. Это магнолии из Никитского ботанического сада. Белые такие шикарные. Накрапывал мелкий дождь, когда я их рисовала. Поэтому у меня здесь такая аутентичная фактура. А это морозник, нарисованный в тот же день. Мне кажется, у меня здесь из-за дождя совсем поплыли цвета. Поэтому я решила больше ничего не добавлять в этот разворот. Магнолии из Ялты. Мне здесь нравится и композиция, и неожиданные потёки, и как легла грануляция. На мой взгляд, всё здесь сложилось. Ялтинская сакура и магнолии. Сакура нежная, но в то же время сложная, конечно, для изображения. Хочу спросить вашего мнения, нужен ли здесь фон. Это я уже вернулась в Москву и опять принялась за орхидеи в аптекарском. Они тут так цельно смотрятся, что я решила больше ничего не добавлять, чтобы не перегрузить этот разворот. Эти орхидеи я просто обожаю. Нарисовала их буквально за час, потому что оранжерея закрывалась. И вот иногда такие сложные условия подсказывают лучшие решения для передачи картинки. У меня здесь есть явный композиционный центр. Главный герой в виде этого цветка. И всё остальное я уже показала не так детально. И мне результат этот очень нравится. Это азалии, которые цветут в оранжереи аптекарского, но видно их только через стекло с улицы, откуда я их и рисовала. Композиционный центр тут должен был быть вот в этих цветах. И мне кажется, я ошиблась вот с этими листьями. Они как бы ломают композицию. Но тут я опять хочу спросить вашего мнения, что вы думаете именно по поводу композиции. Это разворот с моего первого лесного пленера. Чудесный пень с грибами и мать-мачеха. Здесь случилось удивительное. Я забыла взять с собой воду. У меня был только наполовину заполненный вотэрбраш. Рисовала из-за этого я очень быстро, в страхе, что закончится вода. Но на удивление мне хватило на весь разворот. И вот опять эта ситуация подтверждает, что в стесненных условиях порой работается гораздо лучше. Разворот с мускари и пушкинями из зарядия. Мускари не так легко скомпоновать по композиции. Но мне нравится, как у меня здесь это получилось. И даже объединилась со всеми остальными цветами. Мне нравится, как размытые на заднем плане несколько еще головок мускари. Здесь у меня три вида морозника, нарисованных в разные дни. Здесь не очень интенсивный фон. И, как мне кажется, он и не нужен. Вот это цветущие вербы с натуры. Мне так жалко, что я порисовала их только один раз. С ними очень интересно играть, создавать живописные потеки. Очень сильно они меня вдохновили. Ну и домик добавила, который виднелся на заднем плане. Последний разворот рисовала уже поздно вечером. И, как мне кажется, я не воплотила всего, что хотела здесь. Опять влезла на обложку, как я люблю. И получается, что закончила скетчбук я 12 апреля. Я сейчас очень много работаю на пленэре. По выходным я провожу занятия в парках Москвы, где рассказываю, как рисовать с натуры, строить композицию, видеть переходы цвета и также всем техническим моментам акварели. Попасть на эти занятия можно по ссылке в описании под видео. Спасибо.